Что инопланетный таракан сделал с телом фермера? Как он умудрился залезть в человеческую кожу? Что конкретно делает его движения столь нерасторопными? И в чем занятные отличия его киноверсий от первоисточника? Ответ на эти и другие занятные вопросы, касающиеся нашего старого знакомого жука в этом видео. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и приятного, приятного просмотра! Представьте гигантского таракана, с непомерной силой, вспыльчивым характером и ужасным комплексом неполноценности. Этот таракан разгуливает по Нью-Йорку в обличии фермера Эдгара. Жуки процветают на разрушении, они поглощают, паразитируют и живут за счет уничтожения и смерти других видов. Но жуки не всегда были такими. Помните эпизод первого контакта еще живого работяги Эдгара с приземлившимся на его ферме жуком? Сперва жук велит Эдгару положить оружие на землю, на что Эдгар отвечает, что забрать винтовку из его рук он сможет только вырвав ее из его холодных мертвых пальцев. И это предложение Эдгара вполне устраивает жука. Так вот, этот референс с винтовкой, это отсылка на самые первые выпуски комикса «Люди в черном». Один из них начинается с того, что к фермеру, которого здесь зовут Хоррес, в очередной раз, да, в очередной, приземляется корабль с жуками. Один из жуков просит Хорреса отдать ему винтовку. Ответ тот же, заберите ее из моих мертвых пальцев. Жук отвечает, что это предложение приемлемо, но после этого они покидают атмосферу земли, не причиняя вреда Хорресу. Вскоре на ферму прибывают наши старые знакомые, агенты Кей и Джей. Джей тут пока еще белый. На ферму снова наведываются жуки и в переговоры вступает Джей. Жук говорит Джею, что согласно договоренности с Хорресом, он должен забрать винтовку из его мертвых рук. Джей отвечает, что Хоррес жив и умрет не скоро. Жук, в свою очередь, говорит, что ок, тогда мы прилетим на следующий день. То есть жуки здесь буквально ждали, когда Хоррес умрет от естественной смерти, чтобы забрать его винтовку. Но Джей говорит Жуку, что эти странные договоренности придется отменить. И Жук констатирует, что тогда они самоуничтожатся, когда покинут атмосферу земли, так как невыполнение задания королевы равно смерти. Небезучастный Джей пытается разузнать, в чем тут дело. Пришелец рассказывает, что в моменты перенаселенности планеты Улья королева дает задание жукам собирать по вселенной бесполезные, но занятные штуковины, наподобие винтовки фермера. И Джей дарит жукам свой пистолет, забрав из него патроны. И радостные шершни, здесь они шершни, покидают планету. Так что постулат о узконаправленном интеллекте жуков, который часто встречается в справочниках по ЛВЧ, это скорее отсылка именно к этой арке из комикса. Ну, так я предполагаю. В киноверсии, когда на анализаторе инопланетной активности Кея загорается зеленый индикатор, что означает прибытие жука, это сулит намного больше проблем. Ведь у этих насекомых нет политики, они беспринципны и безжалостны, все как завещал старик Брандл. Более того, святая святых ЛВЧ. Аналитический центр в лице близнецов Блюба и Боба, Блюб это упрощенно, не смог установить, что в атмосферу земли вошел именно корабль с жуком. Но на самом деле близнецы могут практически все, ведь в ЛВЧ прекрасно сознают значимость аналитики данных. Блюб и Боб не понаслышке знают, что аналитика – залог быстрого карьерного роста, а аналитические навыки сегодня – это топ-1 в рейтинге востребованных навыков у крупных работодателей со стартовой зарплатой 70 тысяч рублей. Или так, аналитическое мышление – самый важный навык на ближайшие 5 лет по версии World Economic Forum. Поэтому Блюб и Боб рекомендуют тебе стать незаменимым специалистом с самой полной программой на рынке «Аналитик Про» от ChangeLange Education. Если вы вдруг забыли, Аналитик Про – это обучение топовых экспертов из ВК, Google, Авито и не только. Это перспектива трудоустройства еще в процессе обучения. Ведь 75% курса – это практика с решением реальных бизнес-задач, минимум 7 полноценных проектов от крупных компаний. Не забудь указать это в резюме, когда будешь устраиваться на более высокую должность. По итогам обучения ты, как и другие 3000 выпускников, которые проходили обучение с 2018 года, получишь диплом АПРО в переподготовке установленного образца и возможность вернуть 13% от стоимости курса. Для всех зрителей канала по промокоду HASSELCHOF и QR на экране школа ChangeLange дарит скидку в 15000 рублей на обучение по программе «Аналитик Про». Курс «Аналитик Про» и бесплатная карьерная консультация по ссылочке в описании. Итак, снова вернемся к знакомству Эдгара с инопланетным жуком. В тот вечер Эдгар, как и обычно, ворчал на жену и в очередной раз говорил ей о том, что фургон – это самая полезная вещь в хозяйстве. Но взорвавшийся вследствие приземления летающей тарелки трак не сильно удивляет Эдгара. Куда больше эмоций у него вызывают расспросы жены по этому поводу. Вообще, кажется, что если бы Эдгар успел толком рассмотреть гигантского таракана, то и это бы его мало удивило. Жук хватает Эдгара. И через несколько секунд мы видим, что пришелец превратил фермера в органический камуфляж, оставив от него кожу с поверхностными венами и, соответственно, волосами. И судя по тому, что с момента последнего крика Эдгара, до его полной токсидермации прошло всего пара секунд, высасывать Эдгара жук начал с нижней части тела. И в ходе склизкого процесса сжимания жучего тела и облачения в человеческий камуфляж, аудиосопровождение говорит нам также и о том, что жук все еще продолжает пережевывать или поглощать содержимое прежнего тела Эдгара. И в итоге перед нами пристает такой персонаж, как Эдгар Жук. И касаемо сжимания тараканевого тела. Это способность, которую инопланетный таракан унаследовал от своих далеких предков, с которыми у него есть ментальная связь. Так как земные тараканы обладают навыком сжимать свое тело и изменять расстояние между внутренними органами, в том числе благодаря эластичным сегментам хитинового покрытия. Поэтому тараканы могут пролазить в небольшие щели и поэтому они настолько живучи. Эту способность инопланетные жуки, считающие себя высшей ступенью эволюции, развили до ультимативного уровня. Сдавить они могут даже конечности. Если земной таракан может сжать свое тело где-то на 50%, то инопланетные чуть ли не в 10 раз. Это только исходя из того, что нам показали. И если земной таракан при сплющивании тела в толщину жертвует габаритами в ширину, то у космического таракана и такой проблемы нет. И этот навык ужумания жуки применяют судя по всему во многих сферах своей жучиной жизнедеятельности, что видно по габаритам их кораблей. Хотя конечно корабль может быть и присвоенным. Итак, нерасторопный и объективно забавный Эдгар Жук направляется в дом к вдове Эдгара Фермера. И первым делом он просит у нее сахара в воде. Много сахара. Почему он просит сахар? Во-первых, потому что жуки обожают сахар, да, но при этом не брезгуют и белковой пищей. Но главная причина в том, что сахар необходим жукам в первую очередь для восстановления сил. Эту тему кстати более явно развивал мультсериал, где жуков показали очень разнообразным видом. А процесс сжимания своего тараканьего тела и более-менее практичного помещения в человеческий биокамуфляж для жука непростой, энергозатратный и ответственный процесс. Посмотрите на довольную физиономию Эдгара Жука после того, как он употребил быстрых углеводов. В тех же анимационных сериях жуки по прибытию на землю затаривались полимерными и приспособленными камуфляжами в лавке джипса. Здесь же, сохраняя свое инкогнито, жуку пришлось постараться и умудриться оставить целостности содержимое ротовой полости Эдгара, что мы видим здесь, когда он пытается поправить обвисшую кожу после замечания вдовы. Вдобавок, пришельцу необходимо было оставить нетронутыми и глазные яблоки для имитации человеческих глаз, и при всем при этом расположить там свою жучиную бошку. Все это уже не сочетается с показанным в этих кадрах, ну и ладно. Также при натягивании кожи видно, что жук удалил хрящевую структуру носа Эдгара, и для создания видимости человеческого носа поместить туда он мог разве что свой тараканий нос, если это можно назвать носом. Еще один занятный момент состоит в том, что, похоже, жук сохранил голосовые связки Эдгара и научился их использовать по назначению. Да, в комиксовой адаптации первой ленты жук разговаривал сам, в мультсериале тоже, точнее другие жуки, но анимация это альтернативное продолжение. Так что, если рассматривать первую ленту как независимую работу, что лично мне ближе, то единственный раз, когда жук в истинном обличии говорил по-человечески, это первая встреча с Эдгаром. Но тут его голос звучит как машинный перевод компьютера, например, из корабля, что находится рядом. Далее, на протяжении ленты все эпизоды с Эдгаром Жуком будут также преподнесены с долей юмора. Здоровенный таракан, поместивший себя не в самый подходящий органический камуфляж, будет весьма забавен в своей нерасторопности. Особенно здесь, когда он пытается изобразить человеческие повадки, как бы невзначай наблюдая за аркелианцем Розенбергом. И здесь, почему-то именно здесь, на ум приходит главная причина нерасторопности Эдгара Жука. Суставные соединения Жука не совсем синхронизированы с физиологическими суставными соединениями человека, а точнее с теми местами, где они должны быть. В большей степени это относится к ногам. Но об этом мы поговорим подробнее, когда будем рассматривать Жука в истинном обличии, к чему мы, собственно, уже и подобрались. И перед сценой снятия камуфляжа нам показывают кадры, в которых мы видим, что уже через изрядно подгнившую кожу фермера начинают проглядывать вроде бы как волосы огромного насекомого, что должны покрывать его тело, как пример у обычных насекомых. Но на теле таракана мы их, тем не менее, не увидим. Да, визуализация анатомических нюансов Эдгара Жука, как мы уже поняли и до этого, не лишена нелогичностей. И самое интересное начинается в момент, когда Эдгар Жук по требованию Кей кладет руки за голову, но при этом снимает себя камуфляж фермера. Сразу сделаю оговорочку. Части тела насекомого принято делить на голову, грудь и брюхо, но наш таракан имеет и анатомические черты млекопитающего, что особенно видно в этих кадрах, и что согласуется с задумкой авторов. Чего стоит только наличие зубов, которые он, кстати, тоже сумел каким-то образом сжать. Так что говорить про части тела Жука я буду более упрощенно. Итак, самое интересное показывают вот эти кадры, когда Жук обнажает свою спину. Из чего мы понимаем, что на спину Эдгара приходилась эта спинная часть Жука. Соответственно, всё, что ниже, было помещено в нижней конечности Эдгара. Поэтому Эдгар Жук испытывал проблемы со сгибанием ног, так как две пары нижних конечностей таракана имеют разное количество суставных соединений. Он просто не мог их практически сопоставить. И в пользу того, что на руки Эдгара пришлись только верхние конечности Жука, говорят и вот эти кадры. Тут можно рассмотреть, как из пальцев Эдгара уже проглядывают по три пальца Жука на каждой его лапе. Как быть с оставшимися двумя пальцами Эдгара на каждой его руке, и как именно Жук приводит их в движение, авторы визуала, наверное, так и не придумали. И так как физиономия таракана была сопоставлена с физиономией фермера, в этом у нас сомнений нет, вся эта массивная шейная часть Жука была сложена за лицом Эдгара в затылочной области. Собственно, в этих кадрах ее и распрямляет Жук первым делом после снятия камуфляжа. Но так или иначе, история Эдгара Жука это не история огромного таракана с комплексом неполноценности. Это история о том, что даже инопланетный Жук научился выражать эмоции человеческими жестами. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на мой канал, ставь лайк, комментируй, не забывай делиться этим видео с друзьями. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok